Всем привет! Я рада видеть вас на своем канале. Сегодня я к вам со своим новым видео. Видео о моих покупках на это лето, я бы сказала, даже и на осень. И сегодня я вам покажу покупки, которые я сделала недавно в Outlet. Мы ездили, вы увидите это в каком-то из моих влогов. Сейчас у меня в гостях моя мама. И с помощью, с ее помощью мы смогли поехать и скупиться, потому что времени там нужно много, а нужно было, чтобы посидел кто-нибудь с Мэтью. Она ездила с нами, но она была на детской площадке, а мы периодически бегали туда-сюда. Так что я не могла вас оставить без видео о покупках. И, кстати, да, если я выгляжу чуть-чуть уставшей, то не обращайте внимания, потому что мы сегодня гуляли в Манхэттене целый день, были там. И на улице жарко, и чуть-чуть устали. Так что ничего страшного. Окей, все, приступаем. И начну я с того, что все вещи лежат в пакетах, поэтому не будем обращать внимания на их вид, потому что все это упаковано, я ничего не гладила, все лежит еще с этикетками, я ничего не разбирала. Поэтому, ну, простите, если оно будет выглядеть как-то несуразно в моих руках, но я вам обещаю, когда я буду все мерить на себя, то все уже будет выглажено, и все будет уже красиво. И, наверное, первое, что я вам хочу показать, это то, что не покупалось в своей утлете. Это то, что сейчас на мне. Вы можете видеть сейчас вот такую вот подвеску, которую мне подарил мой муж на мое день рождения, которое было 2 мая. Это цепочка от Тиффани. И на самом деле у меня уже такая была, я потеряла ее. А самое обидное, что никто не знает, где она, и что с ней произошло, потому что это было, когда я еще беременна была. И вот такое чувство, что перед сном, схватками, я все положила на свою прикроватную тубочку. Но когда мы уехали в роддом, после моего приезда из роддома, я больше ее не встречала. И я очень жалела, конечно, о том, что я ее потеряла. И в этом году муж решил возобновить мне подарок. Когда он мне подарил, я смеялась выгодно, что вам не нужно думать, что подарите. Но я ее безумно люблю. Она очень мило смотрится. Мне делают очень много комплиментов по поводу этой подвески. Здесь два сердечка. Классическое сердечко с названием Тиффани. И еще одно сердечко с классическим цветом Тиффани. Она чуть-чуть другая, чем та, что у меня была предыдущая. Но люблю ее безумно. И надеюсь, что я ее не потеряю. И вот еще один подарок, который я получила на свой день рождения. Получила я его за недели две. Она до дня рождения. Это сумочка Michael Kors. Горячо мною любимая. Потому что я охотилась на нее, на самом деле, еще с черной пятницей, которая у нас была в прошлом году осенью. И скажу так, что я очень искала себе модель в бежевом цвете. И я наткнулась на вот эту вот модель в бежевом цвете. И я ее очень хотела заказать. Но когда я собралась, уже села заказывать, она просто исчезла из сайта. И больше до конца черной пятницы она не появилась. До окончания всех акций. И я тогда... Там было несколько растеток. И я тогда начала засматриваться на вот этот вот цвет. Я смотрела, смотрела, думала, надо мне, не надо, голубая. Я так реально долго думала. И как вы думаете, что произошло? Она просто исчезла. Я очень расстроилась. И все. Потом долго я вспоминала мужу, что очень хотела эту сумку. И как вы думаете, он мне ее подарил на день рождения. Она нереально крутая. Кстати, такую же сумку я подарила своей подруге. Только в том же бежевом цвете, который я смотрела. Но мне реально больше нравится эта. Хотя та тоже очень крутая. И той подружке она очень круто подходит под все ее аутфиты, под стиль жизни. Ну а я, конечно же, теперь хожу с этой. Безумно ее люблю. Здесь очень красивый голубой цвет. Здесь очень красивая форма, дизайн. Замочек. Кстати, у них новые замочки. До этого я такие у них не встречала. Здесь открывается. Вот она такая вот вместительная. Здесь она на кнопочках, если вам нужно расширить, для того, чтобы больше сюда впихнуть. Здесь внутри замочек, кармашек под замочком, еще один кармашек. Вот так вот она закрывается. И здесь тоже у нее кармашек. Я здесь люблю носить телефон. И здесь она на таких вот подставочках удобно ставить ее на пол, на стол. И здесь вот такой вот ремень. Он широкий сверху и заужен к низу. Мне очень он нравится. Очень удобно. Ничего не давит. И вы могли эту сумку видеть у меня во влогах с Вашингтон. Я там ходила все два дня вместе с ней. Ну и так как я вам показываю покупки на лето, то покажу вам вот такие вот сандалии, которые я на самом деле купила еще прошлым летом, когда мы собирались ехать в Крым на свадьбу брата-мужа. И я их купила именно на свадьбу. Покупала их в магазине Zara, вот такого вот золотого цвета. Они очень хорошо подходили к моему платью, который я купила для того, чтобы быть в нем на свадьбе. Но уже там брат сказал, что свадьба будет в очень интересном месте, чуть ли не в горах с видом на море. И там нереально было просто быть на каблуках, поэтому они у меня остались новенькие. И на самом деле я не жалею, что я их не обула, потому что я бы их реально просто убила там. И я бы, наверное, их там бы и оставила в Крыму. Так что вот они у меня новенькие такие стояли, ждали всю зиму. И я их уже достала, и вот думаю, надо их уже поскорее бы выгулить. Итак, недавно я заказала себе вот такие вот кроссовки. Скажите, вам ничего они не напоминают? Кстати, извините за то, что, возможно, они не сильно идеально чистые, потому что я реально вспомнила про них вот только, когда села снимать видео. Думаю, уже покажу вам, потому что если сейчас не покажу, то потом уже точно не покажу. А так как я в них гуляла с ребенком на площадке, то они, конечно, у меня не идеальны. Sorry. Короче, сейчас я один поклону. Вот такие вот кроссовки, которые выполнены по мотивам Louis Vuitton. Вы могли это заметить. Это Sam Edelman. Я их увидела в Инстаграме. Мне они очень понравились. Они нереально крутые. Я решила себе их заказать. Стоили они там порядка 60 долларов. И вот они мне пришли. Вот такие крутые, классные. Я их ношу, люблю. Они ко многим вещам подходят. К джинсам, к шортам, с платьями. Хотя я видела, девочки носят и с платьями, и с юбками. Но я еще как-то не примеряла. Они вот такой вот расцветки. Серо-белые. Здесь вот такой вот значок Sam Edelman, который в коричневом цвете. Мне они очень нравятся. Они удобные. Они... Ножка в них так плотненько сидит. И когда в них ходишь, такое необычное какое-то чувство. Я не знаю, почему, как будто ты чуть-чуть подпрыгиваешь. Но это именно в этих кроссовках у меня такая походка. Но они очень мне нравятся. Если вам жалко тратить деньги на Louis Vuitton, то всегда можно найти какую-нибудь альтернативу, которая будет намного дешевле. И еще одна моя такая покупка. Это кроксы. Я за ними охотилась лет... Года 4. Реально. Я заходила в магазины. Я их не находила. Я постоянно смотрела на сайтах. Я тоже их не находила. Недавно выбирала своему малышу кроксы для лета. Потому что с предыдущих он вырос. И я наткнулась на эти босоножки. О, какое же это было чудо, когда я увидела, что есть еще мой размер. И я их заказала. Ребята, они такие удобные. Я их таскаю сейчас уже несколько недель. На ножки они смотрятся красиво. И как видите, они не прям такого грубого стиля. Они очень нежно смотрятся на ножки. Поэтому их можно надевать под любые наряды. И это не будет смотреться как-то несуразно, как, допустим, обычно стандартные кроксы. И на улице сейчас начинает жара. В них реально не жарко. Ничего не трет. Они не спадают. Вообще. Реально крутая вещь. Если вы найдете у себя такие, то, пожалуйста, обратите внимание и присмотритесь. Я заказала себе вот в таком коричневом цвете. И они ко всему подходят. В общем, я довольна, что наконец-то с 54 года я все-таки их нашла. Ну, давайте еще одну покажу. Покупка, которую я купила буквально два дня назад. Это вот такая вот шляпа. Это еще покупки. Кстати, все были не саутлета, как вы поняли. Мы сейчас к ним подойдем. Вот такую вот шляпу я увидела в магазине Walmart за 4 доллара. И, возможно, вы уже знаете, что это сейчас тренд новый. Такие вот края шляп, которые не обработаны. Они смотрятся очень интересно. Мне очень нравится эта тенденция. И я решила попробовать, почему бы за 4 доллара. Не жалко, если ее угробит кто-то, типа мой Мэтью маленький, не будет жалко. И таскать к бассейну, на пляж, мне кажется, это самый раз. И сейчас я вам покажу, как она на мне смотрится. Вот так вот она на мне смотрится. Прикольно. Я очень рада, что я ее увидела. Поэтому, опять-таки, повторюсь, если вы хотите быть в тренде, не обязательно тратить огромные суммы. А просто иногда нужно присмотреться к вот таким вот вещам. Да, возможно, они не такого крутого качества. Но согласитесь, протаскать ее все лето и выбросить это вообще не жалко. Тем более, что тренды сегодня приходят, а завтра они уходят. Итак, все. Приступим к моим последним покупкам, которые я заказывала, покупала в атлетах. И начну, наверное, с первого магазина. Это магазин J.Crew. Я очень люблю этот магазин. Я не знаю, вы знаете его или нет. Но, по-моему, это магазин американский. Я точно не помню, но мне так кажется. У них очень интересные модели, но зачастую все они сделаны с простых тканей. Я уже давно люблю захаживать в этот магазин. И иногда по несколько вещей я оттуда выношу. И остаюсь всегда довольна. Так что все, показываю вам. И, как я уже говорила, вам не обращайте внимания на то, как они сейчас будут выглядеть в моих руках. Видите, они еще с этикетками совсем не ношены. Примеряла только один раз. Это вот такое вот платье в морковном цвете. И я показывала его в инстаграме. Если вы, кстати, не подписаны на мой инстаграм, то, пожалуйста, вот ссылочка будет внизу. Обязательно проходите. Итак, это такое вот платье. Здесь оно без рукавов. И здесь уже длина миди. Такого морковного цвета, я вам говорила или нет. И фишка... Посмотрите, кто у меня там. Мой котейка. Я думаю, что он не будет вам сильно мешать на заднем фоне. Здесь фишка этого платья. Это вот этих длинных лентах. Вот, смотрите, их два штука. И они очень красиво должны заматываться на талии. Причем, что я показывала в инстаграме две картинки с сайта. Вы можете завязывать это как впереди, так и сзади в виде такого банта, который, возможно, это будет более так вечернее, по-нарядному, не знаю, более празднично, скажем так. И это простая ткань. Здесь очень интересный вырез. И здесь все идет по фигуре. Я очень довольна этим платьем. Примеряла его с моими золотыми босоножками. Смотрится очень нарядно. И я еще думала, так как все-таки босоножки на очень высоком каблуке, хочу посмотреть, возможно, найти какие-то мюли, которые бы были попроще, чтобы благодаря им это платье приобрело более повседневный образ. Платье в размере... То я ношу XSS. И это в J.Crew размер двоечка. Еще одно платье, но нереально крутое. И это тоже размер двоечка. Также с простой тканью. Мне нравится, что здесь подклад тоже очень простая ткань, приятная к телу. А летом уж никак не хочется носить синтетику. Особенно у нас в городе, в Нью-Йорке, вообще нереально. У нас стопроцентная влажность, жара. Поэтому все прилипает к телу, если вы одеты как-то не по погоде. И вот такое платье в клеточку, голубое с белым. Здесь пуговицы. И оно чуть-чуть выше колена. Здесь на таких вот бретельках смотрится так по-летнему, так освежающе. И на сайте у них на фотографии это платье представлено с соломенным клачем. И я уже, по-моему, у нас в Заре видела небольшой соломенный клач. И вот думаю купить, потому что это смотрится очень круто. И мне кажется, даже если к этому платью купить какой-нибудь такой льняной жакет, то это будет тоже смотреться очень красиво. И уже не так повседневно. Не знаю, посмотрю. Если что-то попадется, то, возможно, приобрету. Я очень довольна этим платьем. И, кстати, когда я его купила и примерила дома, всем оно очень понравилось. Моя мама просто была в восторге от него. И следующие две вещи я уже купила вместе. Это я подбирала друг к другу, чтобы можно было сочетать. Это вот такая вот юбка, плессированная в длине миди, с такой вот расцветкой, звериной расцветкой. Мне она очень понравилась. Она очень легкая. Она не мнется, что очень круто. Можно с собой брать и в любые поездки. Не переживать, что вытащишь какой-нибудь кусок ткани с чемодана. И она очень круто смотрится с вот этой вот майкой. Это их классика J.Crew. Они постоянно их у себя выпускают. У них есть в разных расцветках. Здесь вот такие вот бретельки, которые сзади идут крестом. И очень красиво смотрятся на спинке. И на самом деле, я думаю, возможно, нужно заказать еще несколько расцветок. У них очень классная голубая, да и черная. И думаю, на зиму тоже надо будет черной посмотреть. И, кстати, да, к этой юбке я заказывала у них еще блузку. И они мне ее не положили, когда слали посылку. Потому что, да, я вам не сказала, что эти все вещи я заказала онлайн. Из-за того, что я пошла в атлетах, я все померила, мне все понравилось. Но мы так посчитали, что нам дешевле будет заказать онлайн. Из-за того, что у нас еще есть ebay. Третья это кэшбэк-сервис. И у нас еще была скидка на фри-шиппинг. Поэтому я заказала онлайн. И заказала вот еще такую блузку черную к этой юбке. Они мне забыли ее положить. Я уже связалась с ними. Они пообещали мне прислать. Так что я еще жду для того, чтобы надевать сюда еще блузку. Итак, следующее, что я вам покажу, это обувь с магазина Puma. На самом деле, мой муж не сильно был доволен этой моей покупкой. Он говорит, что это же Puma. Потому что он любит более дорогие кроссовки. Но я когда увидела вот этот фасон, мне он очень понравился. И я решила, что его нужно купить. Извините, если вам слышно малыша. Потому что он там играется. Я не хочу даже, чтобы ему закрывали рот. Я уже очень давно хотела себе просто черные кроссовки. Которые бы я смогла бы таскать на детскую площадку. Не париться. И на осень, и раннюю весну это будет как раз кстати. Потому что не всегда белые хочется надевать. И не всегда по погоде они подходят. А вот черные здоровские. Они очень похожи на мои филы, которые у меня есть. Такой вот фасон. Грубый, большой. И я именно такой и хотела. И кстати, возможно, если вы видели мои старые влоги. Еще с 8 марта. Я показывала о том, что мне не дошли два костюма с украинского магазина. Сал Ира. И вот мама их наконец-то мне привезла. Потому что они затирались на новой почте. И там у меня серый костюм. И я думаю, что с черными кроссовками он будет тоже очень круто смотреться. Как раз вот осенью буду это все комбинировать. Я ношу седьмой размер. У меня кстати есть уже кроссовки Puma. И я ими довольна. Они уже очень много лет у меня. Так, следующий магазин. Это у нас Gav. Мы заходили туда ребенку выбрать. Но на самом деле я тоже там взяла себе базовую вещь. Я кстати в этот раз не брала прям ничего такого особенного. Только вот на J.Crew заказала такие более нарядные вещи. А так взяла все для того, чтобы гулять с ребенком. Потому что у меня нарядные вещи есть. И я обычно нарядные беру. Вот только J.Crew, Manga, Zara. Все остальные. Масима Дути еще. А всю базовую одежду я вот покупаю таких как Gap. Я вам еще дальше покажу. Вот такая вот футболка цвета Haki. С такими вот звездами. Взяла в размере S. Потому что не люблю, чтобы... Ребенок кричит. Не люблю, чтобы оно было прям все в облипку. Чтобы было неудобно. И вот эта футболка как раз очень круто на меня смотрится. И мне кажется просто с шортами, джинсовыми, под кроссовки. Круто будет ходить на площадку. И каждый день ты меняешь футболки. Иногда не один раз на день. Поэтому они лишние не бывают. Следующая это вот такая вот обычная голубая. Светленькая. Это я уже взяла в размере XS. Потому что она такая широкая. И еще одну взяла в такой растетке Military. Но она такая светлая. И мне тоже показалось на площадку под джинсовые шорты, под кроссовки. Тоже будет неплохо. Или под штаны джинсовые какие-нибудь. Или под костюмы. Не знаю, короче. Ну, обычная простая футболка. Мне понравилось. Так, это все было в гэп. Все остальное мы покупали ребенку. Кстати, я, наверное, сниму часть 2. Для того, чтобы показать, что мы купили ребенку. Возможно, кому-то будет тоже это интересно. И кто-то возьмет себе на заметку. И последняя моя покупка. И очень классная. Это в магазине Calvin Klein. Я обожаю этот магазин. Причем я люблю покупать там спортивные вещи. Потому что не всегда можно найти стильные спортивные вещи. А я очень люблю. Поэтому вот мы зашли в Calvin Klein. И я себе купила что-то красивенькое. И мужа уговорила купить себе красивый костюм. Который я вам тоже, наверное, покажу. Потому что он нереально крутой. Вот такая расцветка у костюма мужа. Я когда его видела, говорю, померяйте, пожалуйста. Он действительно очень классный. Смотрите. Синие штаны. С такими вот белыми вставками по бокам. Здесь карман. И они на резинке. Смотрятся на нем очень круто. Он у меня худенький. Поэтому внизу он носит размер M. Но так как он высокий, у него длинные руки. Он носит размер L. И он переживал, что ему не подойдет верх из-за рукавов. Но он сел просто идеально. Вот такой вот верх. Смотрите, какой клевый. Он на нем так красиво смотрится. Так по-богатому, стильно. И я его еле, конечно, уговорила. Я ему говорю, мы часто ездим. Мы куда-нибудь летаем. Должен всегда быть хороший спортивный костюм. Тем более, что мы с ребенком часто ходим гулять. И бывает некогда времени особо раздумывать, что сегодня надеть. Поэтому спортивный костюм как никогда кстати. И мы купили по очень выгодным ценам. Я не помню, показали вам сзади. Вот такая вот надпись еще сзади. Так что, девочки, если вы ищете для своих мужчин красивый костюм, то смотрите в Calvin Klein. Ну и покажу, что я купила себе в Calvin Klein. Вот такая вот кофта. Я ее взяла по хорошей, очень скидке. И вы знаете, в каком размере я ее взяла? В размере XL. Мне очень понравился. Я померила. И он был единственный в этом размере. А муж говорит, слушай, померяй. Сейчас же модно оверсайз. Я говорю, ну окей. Я померила. И он действительно очень круто смотрелся. Он никак не выглядит на мне балахоном. Он очень хорошо сел. Он широкий. Мне кажется, если бы был XS, то просто было как-то некомфортно в облипку. А этот самый раз. И что здесь необычно, это вот этот вот рисунок впереди. Он такой серебряный, блестящий, с надписью Calvin Klein Jeans. Так что на осень будет очень круто с кроссовками, с джинсами. Я прям довольна. И следующее, что я взяла себе тоже спортивный костюм. Но костюм с шортами. Понятно, что прям в горячее лето я не смогу его надеть. Но где-нибудь вот сейчас иногда прохладные вечера бывают. А еще бывает осенью. У нас жарко, но вечера чуть-чуть прохладные. То я смогу его таскать. Он белый. Вот такой вот фасон я брала в размере S. И здесь просто голубыми буквами написано Calvin Klein. Очень приятный к телу. Мне очень он понравился. И здесь такие вот шортики я тоже взяла. Кстати, я тебе в размере XS взяла. Потому что мне показалось, что S будет большой. Я сейчас худею. Поэтому надеюсь, что они будут очень хорошо на мне сидеть. Вот такие вот шортики. Здесь тоже надпись. Сзади такая вот эмплемка. Кармашек небольшой. Под кроссовки. Думаю, будет очень круто. И белый цвет. Как же я люблю белый цвет. Мы с мужем очень любим белый цвет, как я сказала. И мы прям... Я уверена в том, что белый цвет смотрится всегда выигрышно. Где бы вы ни были, куда бы вы ни пошли. Я знаю, что он маркий. Но все-таки у нас есть у всех машинки стиральные. Можно всегда постирать. Так, еще один костюм. Черный. Это на осень. Он уже такой на флизе. Он тепленький. Здесь вот такие вот штаны. Я, кстати, смотрела сначала на цвет такой более пыльной розы. Так, там и кот. Ребенок кричит. Кот здесь мешает. Смотрела на цвет пыльной розы. Но потом и муж уже подошел. Я начала сомневаться. Я говорю, ну как тебе? Или может черный? Он говорит, слушай, давай черный. Черный всегда стильно смотрится. Это как и белый на самом деле. И черный он и фигуру корректирует лучше. Потому что все вот эти пыльные цвета, они подчеркивают все ваши недостатки. Конечно же есть. Возможно, у вас нету. Но у меня есть, что тут скрывать после рода. Поэтому я взяла себе черный костюм. И я ни капельки не пожалела. Дома я примерила. И это смотрелось просто бомбически. Вот такие вот штаны. Здесь такая вот надпись Calvin Klein. Они на шнуровке. Они очень мягкие. Но на фигуре смотрится очень круто. И вот такая вот кофта. С вот такой вот надписью, которая уходит на рукав чуть-чуть. И здесь такие рукава. Вот видите, как они смотрятся. Очень классно. Я прям так довольна. Я уже в предвкушении, когда я буду на детскую площадку выходить. Такая стильная мамулька. Так что опять-таки вам напомню. Если вы живете в Америке и такая же мама, как я. Вы постоянно гуляете с ребенком где-нибудь на площадках, на природе. То присмотрите с Calvin Klein. Можно выбрать реально классные спортивные костюмы. И вы останетесь довольны. У них хороший выбор. И последнее, что я заказала у них, это две футболочки. Вот такая вот белая футболка. Взяла в размере S. У меня есть в размере XS. Но сейчас как-то они мне туговаты. Я решила взять XS, чтобы они были более свободны на мне. Здесь классическая надпись Calvin Klein. Но они CK добавили в таком вот неоновом модном цвете. И это как-то смотрится не так уж и навязчиво. Но очень красиво и стильно. И еще одну футболочку в черном цвете. Тоже такого же плана. Только уже белые, белые и серые буквы. Тоже в размере S. Решила обновить чуть-чуть белые и черные. И в принципе вот и все. Это были все мои покупки за ближайшее время. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Я ссылок, к сожалению, наверное, не оставлю. Возможно, только на некоторые вещи. Об, которые я показывала в начале этого видео. Потому что все остальное, как вы понимаете, в Outlet. То, что есть в Outlet, вы, к сожалению, не сможете найти онлайн. Поэтому я ссылок к вам не оставлю. Но, возможно, у вас будет возможность тоже, если вы живете здесь, поехать в Outlet или через кого-то заказывать, как многие сейчас делают с Украины или с Россией, то вы присмотритесь. Так что спасибо, что вы были со мной. И обязательно ждите видео о покупках ребенка. Для ребенка. И я вам желаю хорошего настроения. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Не забывайте. И до скорой встречи в новых видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...